В эфире телеканала Юрген Крик, криминалы комментарии в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В чужой квартире сельскую пенсионерку оставил без крова нанятый риэлтор. Во дворе дрова. Замглавы Сыктывдина принял дом для переселенцев из аварийного жилья без придомовой территории. Убийство младенца. Позднее раскаяние многодетного отца. Детективный квест. Журналисты региональных СМИ взяли урок у экспертов-криминалистов. В пятницу 1 марта на окраине Сыктывкара в страшной дорожной аварии погиб 10-летний мальчик. ДТП произошло в 7 утра на повороте в местечко Вольтедор. По предварительным данным, столкновение спровоцировала 38-летняя женщина-водитель. Она ехала в сторону столицы на Hyundai Solaris. При обгоне иномарка пошла в неуправляемый занос, пересекла сплошную линию и оказалась на встречной полосе, где в нее на полном ходу врезался КамАЗ. Легковушку развернула на 180 градусов и выбросила на столб уличного освещения. Водитель автомашины получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и травму различной степени тяжести. Была госпитализирована мальчик 10 лет, который находился на заднем пассажирском сидении, в результате полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Был ли пристегнут юный пассажир, установить не представилось возможным. Выяснилось, утром женщина везла сына в школу из поселка Краснозатонский в Эжвенский район. Скорее всего, по факту гибели мальчика возбудят уголовное дело. Полицейские ищут водителей, которые стали очевидцами столкновения или имеют видеозапись. Их просят звонить по телефону, указанному на экране. Столичные автоинспекторы разыскивают водителя Volkswagen Golf, который около 4 часов вечера 25 февраля совершил ДТП у дома 84 по Сызельскому шоссе. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор другого участника аварии. Пежо ехал по Сызельскому шоссе в сторону улицы Марково. Неподалеку от АТП машину при обгоне задела синяя иномарка. После удара левое зеркало белой машины разлетелось на части, а водитель Volkswagen, не избавляя скорость, покинул место аварии. Многие водители наивно полагают, что скрывшись с места ДТП у них получится избежать ответственности. Однако это и не так. Кодексом о административных правонарушениях предусмотрена ответственность для таких водителей, так им предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от года до полутора, либо административный арест до 15 суток. Так, с января 2019 года к административной ответственности привлечено 105 водителей, которые покинули место ДТП. Сейчас полиция проводит административное расследование. Стражи порядка устанавливают личность нарушителя. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, сотрудники ГИБДД просят сообщить по указанным телефонам. Верховный суд Комих смягчил приговор заместителю администрации Сыктывдинского района Олегу Попову и заведующему юридическим отделом муниципалитета Денису Казанцеву. Бывших чиновников признали виновными в получении взятки от предпринимателя. Еще по одному эпизоду превышения должностных полномочий при приемке недостроенного многоквартирного дома главного фигуранта оправдали. Репортаж Ольги Коняевой. Весной 2017 года после прокурорской проверки строительства многоквартирного дома в Зеленце Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. В этой кирпичной трехэтажке по договору долевого участия муниципалитет должен был получить 17 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Но строители не сделали вокруг здания отмостку, во дворе не положили асфальт, не оборудовали детскую площадку и место под мусорные контейнеры. Несмотря на серьезные недоделки, в феврале 2016-го Олег Попов подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многострадального дома. А уже летом сильные ливни начали подмывать фундамент новостройки. Должностные лица, которые участвовали в приемке дома, понимали, что эти работы никогда завершены не будут, поскольку застройщик в то время уже находился в состоянии банкротства, практически был неплатежеспособным, соответственно, не мог выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства. Они, в общем-то, и вплоть до произошедшего, то есть до осени 2016-го года, за счет собственных средств тоже это ничего не сделали, то есть оставили граждан в таком виде, без придомовой территории, в лежащем виде, чем поставили под угрозу их жизнь и здоровье. Уже находясь под следствием, Олег Попов, видимо, испытывая сильную нужду в деньгах, решился еще и на получение взятки. Вместе с начальником правового управления Денисом Казанцевым попросил откат в миллион рублей у строительной компании, которая заключила с муниципалитетом контракт на асфальтирование подъездной дороги к новому кварталу в местечке Печепашня. За это чиновники обещали свою лояльность при выбивании через суд дополнительных средств из бюджета на дорожные работы. При передаче денежных средств в сумме 100 тысяч рублей, по последнему уже факту, должностным лицом были подготовлены документы якобы о финансировании общественной организации. Там прямо видеозапись есть, когда происходит передача денежных средств, должностное лицо передает, грубо говоря, письмо, согласно которому предприниматель передает вот эту сумму 100 тысяч рублей в благотворительный фонд. В итоге после передачи 150 тысяч рублей фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ по КОМИ. Оба вину не признавали. Несмотря на другую территорию совершения преступления, дело рассматривал Сыктывкарский суд. Казанцева приговорили к семи годам, Попова – к семи с половиной колонии строгого режима. Обоим назначили штраф в пять миллионов рублей. После обжалования приговора Верховный суд КОМИ оправдал бывшего заместителя руководителя по эпизоду с приемкой недостроенного дома и немного снизил наказание в виде штрафа. По поводу двух миллионов Казанцеву – до миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу. Пенсионерка доверилась знакомому риэлтору, потеряла квартиру и фактически осталась на улице. В Сыктывдинском районе завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с недвижимостью. Осенью прошлого года в полицию обратилась пожилая женщина из села Вильгард. В 2014 году она решила обменять двухкомнатную квартиру на более скромные апартаменты и получить доплату. На вырученные деньги сельчанка планировала погасить долги за коммунальные услуги, накопившиеся за несколько лет. Попросила помощи у знакомой сотрудницы агентства по продаже недвижимости. Та охотно согласилась за минимальные комиссионные. По ее требованию доверчивая пенсионерка оформила генеральную доверенность и передала ей все документы на жилплощадь. Через некоторое время наша потерпевшая обнаружила, что в ее почтовом ящике лежат на оплату коммунальных услуг счета, но не на ее фамилию, а на фамилию сына ее знакомой, которая пообещала помочь в обмене квартиры. На вопрос, почему приходят на фамилию ее сына, наша обвиняемая ответила, что так будет проще уйти от долгов, чтобы в последующем долги за коммунальные услуги покрыть. Продажа квартиры затянулась на 4 года. Терпение пенсионерки наконец лопнуло, и она решила обратиться к другому посреднику. Каково же было удивление женщины, когда выяснилось, что уже 2 года собственником ее недвижимости является сын риэлтора. Причем молодой человек купил жилье в ипотеку. Ущерб составил 2 миллиона 600 тысяч рублей. Деньги передал своей матери. По факту мошенничества полиция провела расследование. Теперь уголовное дело передано в суд. Риэлтору грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей. За убийство малолетнего сына надолго отправили за решетку жителя села Большелук Валерия Ширяева. В ходе пьяной ссоры с супругой в июне прошлого года мужчина избил троих сыновей, которые встали на защиту матери. Четвертый семимесячный грудничок оказался у него под ногами. Сельчанин уверял, произошедшая трагедия – несчастный случай. Но в рейховный суд Коми пришел к иному выводу. Из зала суда репортаж Эдуарда Бушуева. Рано утром 12 июня в Каткировскую полицию поступило сообщение. В селе Большелук в частном доме обнаружено тело 7-месячного малыша с открытой черепно-мозговой травмой. Его мать и трое маленьких братьев со следами избиения госпитализировали в районную больницу. Пруга и дети находились в Каткировской больнице. Им оказывалась тоже врачебная помощь. У жены были телесные повреждения в области лица в виде гематом. У одного из ребенка была сломана ключица. У остальных тоже были телесные повреждения несущественные. А вот у самого маленького, 2017 года рождения, вот он был мертв. Подозреваемого 25-летнего Валерия Ширяева оперативно-следственная группа обнаружила дома возле погибшего сына. Молодой человек был сильно пьян и ссылался на провалы в памяти. Его супруга рассказала в тот день, они вдвоем были в гостях у родственников. Пришли домой около 11 часов вечера. Она стала укладывать детей, взяв сына на руки. Подсудимый куда-то выходил, в это время она заснула и проснулась от того, что швыряет, когда вернулся, стал громко предъявлять претензии, почему его не ждут и спят. Она положила сына на диван и с использованием нецезурной брани стала в ответ ругаться на мужа, на его поведение, который находился в сильном алкогольном опьянении. Подсудимый сразу нанес ей удар кулаком в область лица, отчего она упала на пол. После второго удара по голове, 34-летняя женщина, к слову, беременная шестым ребенком, потеряла сознание. Что в доме происходило дальше, рассказал старший шестилетний сын. Мама упала, они стали защищать, заступаться за маму, и папа после этого стал их бить, его и братиков. Помнят, что его хватал за уши, поднимал вверх, потом в какой-то момент, схватив его за шею, Младший братик находился на полу, плакал, кричал, пополз к маме, потому что он еще ходить не мог, у нас только на четвереньках еще ползал, и папа ударил его ногой по голове. Эти показания основного свидетеля суд исключил из числа доказательств, поскольку во время процесса установили, что деревенский мальчик плохо знал русский язык, и ему требовался профессиональный переводчик с родного коми языка. По рекомендации педагогов и психологов, выездное заседание Верховного Суда коми провели в школе, села Большелук. При допросе участвовал педагог, который переводил заданный вопрос с русского на коми. В результате свидетель пояснил, что данное преступление совершено именно его отцом. Указал, что совершено оно в результате нанесенных ударов ногами по телу потерпевшего. Многодетный отец отрицал прямой умысел на убийство, предположил, что ребенок мог упасть на пол с его рук, а затем случайно угодить кому-то под ноги во время драки родителей. Оправдывал свою агрессию поведением жены. Ссылался на состояние аффекта. В селе мужчина характеризуется как работящий многодетный папа, особо не пьющий и не буйный. Многие долго не верили в его виновность. Все делал для того, чтобы я была обеспечена материально, действительно хороший товарищ. В селе пользовался авторикетом. Вот это говорит о том, что действительно в уголовном деле имеется справка характерчика за подписью 197 человек. Ходо-то забыло, что именно меньше наказаний. И даже часть населения не верила, что именно он совершил данное преступление. Эксперты доказали, что смертельный травм малыша не могли образоваться при падении с небольшой высоты. В последнем слое Валерий Шреев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В Верховной Судкоме учел это обстоятельство и несколько смягчил наказание. За убийство ребенка и нанесение телесных повреждений другим членам семьи, молодому человеку назначили 19 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Пустили журналистов по следу грабителя. Необычный детективный квест провели для представителей региональных СМИ сотрудники Сыктывкарской полиции. За отведенное время при помощи специальных технических средств из арсенала экспертов-криминалистов они попытались самостоятельно раскрыть преступление. Необычная акция была приурочена к столетию экспертно-криминалистической службы МВД, которая праздновали 1 марта. Справились ли акулы-пера с поставленной перед ними задачей, знает Антон Булаев. Дежурная часть Сыктывкарского управления полиции. Журналистам представили потерпевшую Анну. По легенде, несколько минут назад на девушку в гаражном массиве напал неизвестный. Добычей грабителя стала женская сумочка. В сумочке были баночка с витаминами, БАДами и кошелек с суммой 1000 рублей одной купюрой. Потерпевшая указала место происшествия и частично описала внешность нападавшего. Тут же один из журналистов обнаружил оставленный на снегу след обуви, который, возможно, принадлежал преступнику. Линейка нужна для того, чтобы иметь представление о реальных размерах следа по его изображению. Вскоре неподалеку от места нападения в сугробе привлеченные детективы отыскали похищенную сумку. Однако кошелька и денег в ней не оказалось. Но лежала баночка с витаминами, которая очень заинтересовала эксперта-криминалиста. При помощи кисточки и дактилоскопического порошка один из добровольных помощников попытался отыскать на поверхности упаковки отпечатки пальцев. Собрав достаточно улик на месте происшествия, участники квеста направились в управление полиции. Там, со слов потерпевшей, журналисты составили фоторобот преступника и проверили изъятые на месте преступления отпечатки пальцев по базе «Адиспапилон». Личность подозреваемого установили. Вскоре молодого человека задержали. Вашей работой я, конечно же, удовлетворена, поскольку преступник пойман и вещи будут возвращены владелице. Когда вы занимались этим, я видела на ваших лицах неподдельные эмоции. Вам однозначно было интересно. Но то, что вы увидели, это только маленькая часть нашей работы. На самом деле, наша работа бывает и страшной, и опасной. Но она всегда однозначно интересная. Сотрудники экспертно-криминалистического отдела Сытовкара ежемесячно участвуют в раскрытии десятков преступлений. Без их участия не обходится ни одно серьезное уголовное дело. Появление новых технических средств и методик только повышает значимость криминалистов. Кроме ставших уже классическими экспертиз, дактилоскопической по отпечаткам пальцев, тросологической по изучению следов обуви и колес, баллистической по оружию, подчерковеческой по рукописным текстам, в последние десятилетия произошел гигантский прорыв в судебно-химической и ДНК-экспертизах. Так что сегодня, как и много лет назад, представители этой уникальной профессии по-прежнему добывают основную часть доказательств по уголовным делам. Программа «Крик. Криминалы. Комментарии» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Это и другие выпуски программы. Ищите на нашем сайте юрган.рф. Следующий обзор криминальных событий смотрите в среду. До встречи на телеканале Юрган. Редактор субтитров А.Семкин